Начался наш год с событий, касающихся христианских праздников. В Георгиевском храме Видного мы стали свидетелями торжественной службы, посвященной Рождеству. А на крещение наша съемочная группа приняла участие в купании в проруби в деревне Дыдылдина. Конечно, символичное участие. Мы тоже решили приобщиться к святому обряду и хотя бы умыться. Правда, не только праздниками отметился январь. В поселке Новодрожжино произошла авария, из-за которой микрорайон остался без тепла. В кратчайшие сроки был создан экстренный штаб. Аварийные работы были закончены в один день. Пока люди будут на работе, для них будет незаметно. В конце февраля мы сняли, как снег на реке Купеленьке позеленел. И это был уже не первый сюжет о Купеленьке. Кстати, именно после него на проблему экологии реки обратили внимание центральные СМИ. Вот к чему мы пришли, к сожалению. Очень грустная картина. В марте в Видновской детской школе искусств состоялся международный конкурс органистов. Надо признать, что орган довольно редкий инструмент и радует, что в нашей школе он есть. И мы способны принять конкурсы самого высокого ранга. Зрители ждет гала-концерт финалистов конкурса. В апреле один из наших репортажей рассказал о вирусе африканской чумы, очаг которой обнаружили в Ленинском районе. Вирус смертельно опасен только для свиней. Через неделю после нашего репортажа карантин был снят. Очаг у нас полностью сейчас локализован. Ветврачи дежурят. В конце апреля мы рассказали об экстремальном квесте, который прошел в Булатникове. Несмотря на то, что нескольким командам молодых людей пришлось решать боевые задачи, никто не пострадал. Даже наоборот. Здесь мы можем быть самими собой и зажигать такими, какие мы есть. Продолжением темы стала акция «Лес Победы». Правда, здесь экстримой опасности было меньше, а пользы для экологии больше. Всего тогда в Подмосковье было высажено более 110 тысяч деревьев и кустарников. Будем удивляться в июне цветом этих кустарников. В начале мая во дворце спорта «Видное» прошел всероссийский турнир, в котором приняли участие 500 мальчишек и девчонок со всей страны. Примечателен он стал в том числе и тем, что его посетил легендарный боец, мировая звезда Джефф Монсон, который провел мастер-класс для молодых борцов. Если еще до выхода на ковер ты говоришь «Я проиграю», то ты не добьешься успеха и в жизни. Безусловно, одним из главных событий мая стало празднование Дня Победы. Тысячи жителей Ленинского района приняли участие в акции «Бессмертный полк» и возложили цветы к памятникам погибшим героям. Это главный праздник для всех нас. Одним из самых эффектных зрелищ стал фестиваль ударных инструментов, прошедший в Видном. В нем приняли участие более 300 музыкантов со всего мира. Дети маленькие пройдут и будут заниматься. Это все ради будущего. Еще одно красивое мероприятие прошло в совхозе имени Ленина. Фестиваль «Звездный сад», в котором российские звезды выступают вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, никого не оставил равнодушным. Они участвуют в нашей социальной жизни, это очень важно. В горках Ленинских в июне прошел фестиваль «Свадеб». Многочисленные гости имели возможность увидеть обычаи и традиции народов России. Естественно, что наша съемочная группа не могла пройти мимо такого события. Так сыграл свадьбу мой отец, мой дед, отец моего деда. Примечательным событием для команды «Видное ТВ» стало открытие в историко-культурном центре персональной фотовыставки нашего оператора Владимира Гриневича. Снимки он сделал во время своих многочисленных командировок по всему миру. Выставку посетило более 700 человек. Телезритель видит то, что происходит в этом мире, он видит все глазами оператора. 2017 год в Ленинском районе прошел, в числе прочего, под эгидой российско-китайской дружбы. В горках Ленинских состоялось выступление шанхайской музыкальной группы. Официальные делегации из Поднебесной несколько раз посещали муниципалитет. А в начале декабря на территории завода «Газ Девайс» было открыто совместно российско-китайское машиностроительное предприятие. Это сотрудничество в конечном итоге выгодно всем. Не раз в наших сюжетах мы рассказывали о проекте клоуна «Алекса. Наш двор», который реализует территориальные советы молодежи. Они проводятся во всех поселениях района и неизменно привлекают массу участников. Танцев было много, и танцы удались. В начале августа видновская команда «Металлург» дала своим поклонникам еще один повод для радости. В финале чемпионата Европы россияне обыграли французскую команду и таким образом в очередной раз стали чемпионами Европы. Кубок привезем, видно, будем все праздновать. В сентябре сразу несколько новых учебных заведений впервые открыли свои двери. В частности, в поселке Володарского сдали новый современный школьный корпус и детский сад «Ягодка». Естественно, что мы не могли обойти своим вниманием выборы в Советы депутатов и глав нескольких поселений Ленинского района. Журналисты телеканала «Видное ТВ» делали прямые включения с избирательных участков и знакомили телезрителей с ходом выборов. Здесь довольно оживленно и вообще у людей праздничное настроение. Одним из главных событий сентября также является День города и района. Торжественное шествие по Советской улице, ярмарки, развлечения, награждения активных граждан, праздничный концерт. И в этот раз мы и наши зрители были в гуще событий. И символом всего праздника стало яблоко. В октябре вновь открыла свои двери межпоселенческая библиотека в развилке. После проведенного ремонта это современное, красивое и очень комфортное здание. Когда читатель входит к нам, он попадает в просторное помещение. На международном телевизионном фестивале «Братья» на телеканал «Видное ТВ» собрал самый внушительный урожай наград. Два вторых места в номинациях «Телерепортаж» и «Рекламный ролик» и два первых места. Одно за лучший документальный фильм, второй за лучшего телеведущего. Моя роль в этом – это процентов, наверное, ну, 30-40 максимум. Все остальное – это работа команды. В декабре традиционно проходит награждение лауреатов губернаторской премии «Наша Подмосковья». Он вручается тем, кто реализовывает социально значимые проекты на территории Московской области. Мы теперь все занимаемся делом, которое нам всем нравится. И закрывают новостной год, конечно, новогодние праздники. В «Видном» прошел традиционный парад Дедов Морозов и зажигание главных новогодних елок. Но, кроме этого, мы побывали на важной церемонии. Главную елку страны срубили в Домодедовском районе. У каждого из нас обязательно будет свой, пускай маленький, но праздник. Конечно, невозможно включить все, что хотелось бы в этот список. Но примерно таким стал этот новостной год для нас и вас, уважаемые телезрители. В следующем году мы будем по-прежнему держать вас в курсе всех самых важных событий. Ведь мы работаем с вами и для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова